Девушки отдыхают А в чем дело? Неприятности дома? Не можешь даже поесть? А ты, оказывается, язва. Я тебя обожаю. Спасибо за комплимент. Девушки отдыхают Ван Байчуань, ты слышал? Тюсяу-сяу намекает на тебя. Думал провести нас, да? Уж теперь посмеемся мы. Девушкам хочется отвести душу, на ком-нибудь отыграться. Удивлен, что тебя раскусили. Да еще так рано, какая досада. Довольно? Я предлагаю выпить. Извини, мне нужно выйти. Эй, постой. Подожди минуту. Ван! Приятель. Приятель! Стой! Нужно уметь понимать женщин. Шен Мэй в замешательстве. Ее пугает перспектива отношений с тобой. Нам всем несколько неловко. Возвращайся за стол. Позже поговорим. Неловко? Почему Ван должно быть неловко? Сегодня я собирался все ей объяснить. Но теперь нет нужды. И мне уже все равно. Женщины могут наговорить чушь из гордости. Не бери это в голову. Вы все знали, что я взял машину на прокат. Сделали из меня посмешище? Ну и пусть на прокат. Например, я в молодости снимал офис у друзей. Так что не принимай близко к сердцу. Я верю, Шен Мэй нужен именно ты. Иначе она бы не тратила на тебя. Постой, Вэй Вэй. Между нами не такие простые отношения, как тебе кажется. Когда мы общались с директором Ланом, Шен Мэй предложила поехать на рынок. А потом... Не хочу продолжать. Ладно, приведу мысли в порядок. Вэй Вэй. Спасибо за радушный прием. Дружище. Мне бы хотелось сказать кое-что напоследок. Не принимай других за ангелов. Но и не думай о них слишком плохо. Все мы люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, Нин! Эй, Нин! Эй! М? Иди сюда. Фань Шен Мэй заперлась. Имбирный чай? В такую рань? У тебя что, критические дни? Вовсе нет. Я для Шен Мэй заварила. У нее круги под глазами. Видимо, всю ночь не спала. Ей надо подзарядиться. Это Чуйсяу-сяу виновата. Если бы не она, Фань не переживала бы. Приготовлю-ка я ей завтра. Ой, Нин! Когда увидишь Шен Мэй, не напоминай ей о том, что было вчера. Не надо ее смущать. Я поняла. Сестрица Фань, имбирный чай с сахаром готов. Что происходит? Почему они никак не идут нам навстречу? Сама не понимаю. Я каждое утро и каждый вечер вожу их в ресторан, как вы и велели. Придумываю для них развлечения. Мы были во всех самых интересных местах Шанхая. Директор Цуй, считаете, мы сможем их привлечь? Похоже, они испытывают мое терпение. Хорошо, я покажу им, насколько оно у меня большое. Запомни, если они не говорят ни о чем конкретном, мы тоже не говорим. Вот и директор Ван легок на помине. Потом договорим. Хочу послушать, что он мне скажет. Да, хорошо, поняла. Директор Ван, вы звонили? Хотели о чем-то поговорить? Ясно. Да, да, да. Я подъеду, конечно. До свидания. Господин Ван, госпожа Джо, вы так поспешно меня вызвали. Вас что-то не устроило? Не понравилась еда или предложенные развлечения? В чем дело, секретарь Линь? Нет, нет, нет. Секретарь Линь отлично справилась. Да, нас кормили три раза в день в хороших ресторанах, так что мы очень довольны. Значит, не понравились развлечения. Это я все виновата. Эти дни я была занята делами. Не было времени погулять с вами по Шанхаю. Давайте так. Если сегодня после обеда вы захотите куда-то поехать, я поеду с вами. Директор Цюй, мы сюда не развлекаться приехали, а провести аудит. По правде сказать, все эти дни... мне хотелось спросить, когда мы начнем работать. Ах, да, совсем из головы вылетела. Я все думала о приеме, а решение деловых вопросов оставила на потом. Если хотите их обсудить, приезжайте в офис. Вся документация находится там. Если хотите поговорить по поводу аудита, можем в офисе все это и обсудить. Хорошо. Госпожа Джоу, позовите остальных. Мы едем в офис директора Цюй. Да. Секретарь Линь, попроси водителя подъехать. Пусть ждет нас внизу. Что это? Это наш прайс. Вы ведь сюда и приехали, чтобы ознакомиться с ним. Занимаясь бизнесом, нужно двигаться только вперед. Можешь обсуждать? Обсуждая не можешь, отойди от дел. Уверяю вас, никто не понесет убытков. Что скажете? Раз уж директор Цюй так спешит, тогда начнем аудит завтрашнего дня. Хорошо. Я подготовила нужные документы. Осталось увидеть ваши, и можем в любое время начать работать. Секретарь Линь, госпожа Джоу, здесь документ предварительной оценки, тендерный документ и гарантия реализации. Если чего-то не хватает, скажите мне, конференц-зал в вашем распоряжении. Мы с секретарем Линь всегда рядом. Если что-то понадобится, обращайтесь. Хорошо. Я еду в аэропорт. Лечу в Германию, чтобы участвовать в выставке. У меня все нормально. Связалась с одним фондом, нужно кое-что обдумать. Не похоже, чтобы ты по мне скучала. Я твой друг или нет? Да. Как там дела у Шэн Мэй? Ничего. Чё Сяо Сяо занимается клиентами. Шэн Мэй, как всегда, держится гордо. Ни слова ованбычуане. Никаких ссор с Сяо Сяо больше не было. Интересные все же у тебя соседки. Сяо Сяо слишком дерзкая. Гуань, ну просто паинька. И Нин не стесняется своей примоты. И Шэн Мэй своеобразная. Ты как будто на что-то намекаешь. От тебя ничего не скроешь. В ситуации с Гуэйчуанем надо разобраться. Тут все не так просто. Я почему-то думаю, что мы не знаем всех причин, по которым Шэн Мэй его оскорбила. Он сказал, Шэн Мэй потянула его на рынок. В присутствии клиента с корыстными целями. Не может быть. Я в это не верю. Фэн Шэн Мэй не такая. Неизвестно, что у нее на уме. Так что будь с ней поосторожнее. Ладно? Мне пора. Прилечу в Германию и позвоню. Хорошо. Скажи, как возьмешь обратный билет. Я тебя встречу. Хорошо. Пока. Пока. Привет. Кажется, в отношениях с Вэй Вэйм у тебя явный прогресс. А у нас с ним все постепенно. А вот ты в последнее время появляешься неожиданно. Взгляни. Бао Чи. Это довольно известная и крепкая компания. Узнав, что мы объединяемся с Хун Син, они тоже проявили к этому интерес. Их директор Бао предложил нам слияние. У них семейный бизнес, а это рискованно. Чья-то смерть или же развод отразится на структуре всей компании. К тому же, однообразие их продукции не способствует развитию. Такой партнер по бизнесу нам явно не выгоден. Если бы директор Бао тебя услышал, его точно хватил бы удар. Даже если бы он умер, я рассуждала бы так же. У их компании слишком узкий профиль. Это сулит нам убытки. Полагаю, что не стоит тратить на них время. Хорошо. Я откажу им. Хорошо. Мой рабочий день закончен. Как? Ты сегодня не останешься? Объединение с Хунсин у меня под контролем. Я все сделала. Так что не пытайся выжить из меня побольше прибавочной стоимости. Мой молодой человек. Моя девушка. Эти простые слова наделены какой-то магической силой. Они заставляют забывать себя и испытывать при этом радость. Вот и после разговора с цейдянием Энди начала скучать по нему. Для нее это было совершенно новым чувством. Ничего подобного она раньше не испытывала. Сердце Энди переполняло чувство нежности. Волнующее и необыкновенно теплое. Оно было сродни началу новой жизни. Таким свежим, таким ярким, наполненным радостью и ожиданием. Энди не узнавала саму себя в этой новой женщине, которая может так сильно радоваться и скучать по другому человеку. Но она чувствовала, что готова к подобным переменам. Глядя на толпы людей в огромном мегаполисе, на витрины супермаркетов, Энди вспомнила, что так и не научилась готовить. Ей захотелось прийти домой и приготовить какое-нибудь вкусное блюдо. Девушки отдыхают. Привет! Вы все дома? Да. Тогда приглашаю поужинать у меня. Я приду. Да что же! Эй, меня не забудьте. Приходите все. Энди, я поставлю это на стол? Хорошо. Энди! Что? Дай-ка мне эти тарелки. Вот и я. Держи. Я купила продукцию, чтобы приготовить блюдо Хогу. Мне сказали, оно делается быстро. Сюда. Что еще нужно? Тебе нужно переодеться. И лучше надень фартук. До начала банкета 15 минут. Пойду переден. Держи, шевелите. Ладно, хорошо. Я помогу. Конечно, поможешь. Разложи еду по тарелкам. Мясо, мясо, мясо! Тебе только мясо подавай. Я его нарежу. Хорошо. Ай, очки! Суп горячий. Осторожно. Да, сними очки. В них невозможно есть. Я первая. Мясо сварилось. Давай, налетай. Спасибо, Шеннэй. Аппетитно. Ага. Ага. Эмби. Ага. Ага. Вкусно! Правда? Вот уж не ожидала, что приготовить ужин очень просто. Мм. Готовить совсем не сложно. Можно научиться. Скажи. Уж не рада ли Вэй-Вэй это решила научиться готовить? Неудобно всегда есть в ресторане. Чувствуешь себя не в своей тарелке. К тому же Вэй-Вэй часто встречает там знакомых. Нужно поздороваться с ними. Выпить по рюмочке. Дома гораздо лучше. Непринужденно, свободно, просто. Кстати, вы знаете еще блюда, которые можно так же легко научиться готовить, как это? Я умею варить кашу и суп, но вообще говоря, готовить сложно. Мама иногда возится на кухне больше часа, а приготовит что-нибудь простецкое. А ради блюда посложнее придется провести на кухне полдня. Гуань права. Суп и каша самое практичное. Когда придешь уставшая или чувствуешь себя неважно, они всегда выручают. Однако для блюд посложнее. Нужно свободное время. Поэтому всегда легче нанять домработницу или заказать. Надо скачать приложение в телефон. С его помощью ведь можно научиться готовить и суп, и кашу, верно? Энди, хочу поделиться с тобой своим горьким опытом. Если к мужчине ты относишься хорошо, даже скучаешь по нему, то не показывай этого все равно. Я считаю, нужно приближать его к себе постепенно, потому что иначе ты ему надоешь, и в конце концов он тебя бросит. Так говорит сестрица Фань. Знаю, что ты думаешь о сказанном. Ты думаешь, Вэй Вэй особенный, редкий случай, но все мужчины одинаковы. Их поведение предсказать довольно просто. Будь умнее, не слишком ты перед ним бегай. Только не говори Вэй Вэю о том, что я сказала, а то он больше не позовет меня с вами в ресторан. А от меня не права? Севернин, ты такая славная. Спасибо тебе, что переживаешь за меня. Думаю, нет ничего страшного в том, что я показала свои чувства. Но ты права, если человек тебе действительно нравится. Не стоит вешаться ему на шею. Ваши отношения должны развиваться постепенно. Надо держать дистанцию, когда он рядом. А иначе можешь и вовсе потерять его любовь. Правда? Честно говоря, это зависит от того, что для тебя важнее, развязка или сам процесс. Нужны тебе серьезные отношения или короткий бурный роман? Ну да, и я о том же. Я хотела бы серьезных отношений. Но есть обязательные условия, искренняя любовь. Но если она фальшивая и недолгая, то такой любви и вовсе не надо. Одной жить вполне себе неплохо. Если мужчина будет со мной нечестен, мы точно расстанемся. Иначе потом развязать узел будет сложно. Полностью согласна с тобой. Можно оказаться жертвой. Столько людей кончают с собой из-за неразделенной любви и сходят с ума, потому что слишком ей отдаются. Это точно. Вот я влюбилась в одного проходимца. Только и думала, что о нем. Как вспомню об этом. Жуть! Как же я себя презираю! Именно поэтому мы должны сдерживать свои чувства. Не особо их показывать. Да, чем сильнее любовь, тем больше от нее всяких страданий. Больше всего мучает то, что сколько бы сил ты ни вложила, все предопределено. Ты не властна изменить тот печальный ход событий, который ждет себя и твоего любимого. Ты используешь все средства, но бесполезно. Чему быть, того не миновать. И ты никак не можешь на это повлиять. Проехали. Тридцатилетняя старая дева. Не лучший пример для вас, так что забудьте. Ммм, сестрица Фань, ты просто кладись мудрости. Угу. У тебя что, нога дернулась? Зачем ты меня легнула? В чем дело? Не поняла. Съешь кукурузу. Я лучше возьму мясо. Еще немного. Очень вкусное. Положу побольше. Спасибо, Гуань. Верно, люди говорят, что любовь лишает рассудка. Даже такая деловая женщина, как Энди, начала готовить для Вэй-Вэя. Я не ожидала от нее подобного. А я все-таки завидую, Энди. Думаю, Вэй-Вэй действительно ее любит. Вы заметили, за ужином Вэй-Вэй только на Энди и смотрел. Просто глаз с нее не сводил. Я считаю, Энди повезло, что она встретила мужчину, который ее любит. А нам с вами попадаются сплошные недоразумения. Девочки, я вам кое-чего не рассказывала. Я видела, как Вэй-Вэй и Энди впервые встретились. Он пригласил ее в ресторан неподалеку от нашей компании. Директор Вэй – человек обеспеченный, а пригласил Энди в ресторан, который по карману даже вне. Правда? Значит, он прикидывался бедным. То есть, получается, что он двуличный человек и не подходит Энди. Здесь все яснее ясного. С таким статусом, как у него, осторожность не помешает. И вообще, мужчина со стойным высоким положением не может быть полностью откровенным даже с настоящими друзьями. Не говоря уж о виртуальных, верно? Он обманщик, так или иначе. Потому что на самом деле он богатый, а прикидывается бедным. Твой одноклассник, Ван, на самом деле бедный, а прикидывается богатым. Вэй-Вэй, ты понимаешь. Так почему не понимаешь одноклассника? Тут совсем другое. Вэй-Вэй, ты понимаешь. ПЕСНЯ Обсуждая сдержанную любовь Энди и жаркую страсть Цюй Сяо Сяо, девушки из квартиры 2202 почувствовали уныние. Фэнь Шэн Мэй разочаровал Ван Бай Чуань, но ей приходится часто его вспоминать. Цюй Инин занялась продажей кофе, чтобы забыть об обиде, которую нанес ей менеджер Бай. Гуань Дзюйер еще даже не знает, что такое любовь и как следует к ней относиться. Пока что каждой из девушек любовь принесла только огорчение, от которого трудно избавиться. Сестрица Энди, Фэнь Шэн Мэй сейчас какая-то странная. О чем ты? После того ужина она грустит и делает все на автопилоте. В голове не укладывается. Если она и правда влюблена в Ван Бай Чуаня, зачем ей нужно было так его обижать? Шэн Мэй как-то сказала мне, что ей не нравится, что в Ван Бай Чуане нет квартиры и машины. Думаю, ее тревожит их совместное будущее. Но Шэн Мэй получает намного больше меня. К тому же за столько лет работы она должна что-то скопить. Да и Ван Бай Чуань вовсе не такой уж и бедный. Если они сложатся, не проблема купить квартиру. Этого я не знаю. Каждый из них может думать по-своему. Во всяком случае, у Шэн Мэй есть свои причины отказать Ван Бай Чуаню. Состояние Шэн Мэй меня тревожит. Гуань, может быть ты знаешь какой-нибудь способ ее подбодрить? Вот уж не знаю, говорить или нет. Пань Шэн Мэй нравится бывать в таких местах, где собираются богатые. В их кругу есть всегда очень весело. Да? Тань посещает каждый месяц такие мероприятия. Это легко устроить. Но я не понимаю, даже если Фан Шэн Мэй будет вращаться среди богатых, каким образом ей это поможет? Да, конечно, у людей равные права. Но в обществе существуют сословия. Только усиленно работая, можно подняться выше. Социальный статус не главное. Нельзя судить о человеке только по нему. Согласна с тобой. Но чтобы не обращать внимания на положение человека, какую надо иметь силу воли? Многие встречают людей только по одежке, но на самом деле их не уважают. И это очень огорчает меня. Как жить среди людей, которые во главу угла ставят материальное благополучие других? Шэн Мэй хочет пролезть в высшее общество, но дело это изменяет себе. Какой в этом смысл? И действительно, в нашей жизни часто движут материальные желания. Квартира, машина, связи, положения. Важно остановиться и спросить себя, почему мы так живем? Почему зависим от мнения других? Не лучше ли оставаться собой и судить о людях по их душевным качествам, а не по кошельку? Энди не ожидала, что всегда такая тихая и скромная Гуань высказала столь глубокую точку зрения. Если хотите пить, вот вода. Спасибо, Линь. Директор, Ну что там? Все еще обсуждают. Что можно обсуждать? Такое простое дело, они все никак не решат. Сколько еще ждать? Значит, не все так однозначно, и они расходятся во мнениях. Все равно не понимаю. Ну ладно, если бы нам надо было условия дополнительно обговаривать. Но у нас-то все в открытую. Но что еще там можно обсуждать? Не спрашивай меня. Откуда я знаю? Проверяющий у тебя уже несколько дней. И ты все это время с ними. Не могла даже домой заглянуть. Послушай, если они юлят, нечего с ними сотрудничать. До свидания. Обойдемся и без них. Да. Как это, обойдемся? Я дошла до второго этапа. Если я откажусь, значит, все это было зря, что ли? Ладно, ладно, ладно. Мы с папой не будем вмешиваться в твои дела. Когда закончится проверка, приезжай домой. Ты у нас и так нечасто бываешь. Мама тебя накормит, да? По правде сказать, я уже устала от этого разговора. Я им все документы дала. А они все никак не могут принять решение. Сколько еще я должна ждать? Не понимаю. Чего они хотят от меня? Чтобы ты сократила долю прибыли. Сяо-сяо, до второго этапа дошли три компании, как ты сказала. В этом и заключается конкурс, понимаешь? Теперь они смотрят, кто из вас готов сократить долю прибыли. Но зачем мне браться за этот проект, если он не принесет никакой прибыли? Посмотри документы. И убедишься в моих слабах сам. Мой валовый доход 2 миллиона юаней. Вычтем из него расходы на офис. От этого прибыль сократится, а если еще уступить, то ее вообще не будет. Все правильно. Выйдет столько. Они изучили документы, и теперь им известна себестоимость. Ты поставила их перед фактом, что работа твоей компании довольно прозрачна. Если ты поставишь удобную им цифру и поладишь с ними, то перед тобой откроются все двери. А что касается прибыли, у тебя все впереди. Ты намекаешь, что сначала мне надо выполнить их условия, а затем вести бизнес, как выгодно мне, да? Но если эту хитрость раскроет, то тендер будет аннулирован. Послушай, ради будущей прибыли можно отказаться от настоящей. Сотрудничать нужно, но только не с убытком для себя. А если возникнут трудности, не бойся. Это нормально. Без них не обходится ни одно дело. Поняла? Решение за тобой. Думай. Да. Если прибыль останется на уровне двух миллионов, это будет еще терпимо. При этом нас сочтут щедрыми и не придется мошенничать. О чем это вы там шепчетесь? Я пошла. Мне нужно поговорить с персоналом. Ты как следует не поела. Спасибо, папа. Павелик, Сяо-Сяо, подожди, а как же фрукты? Я не хочу. Пока. Ведет себя, как ребенок. Гуань, в следующем месяце у меня будет небольшая прибыль. Как думаешь, мне следует отдать эти деньги папе с мамой или выгодно их во что-то вложить? Вложить? Да. Во что вложить? В акции? Не торопись, сосредоточься пока на своей работе. Я считаю, что у тебя есть перспективы. Ты можешь получать проценты от продаж. Знаешь, Энин, в последнее время ты сильно изменилась. Ты только и думаешь, как бы заработать. Видишь ли, мне кажется, если хочешь забыть о своих прошлых ошибках, лучший способ это думать о деньгах. Раньше я ничего не понимала в жизни. Не хотела говорить о деньгах, даже думать о них. Но вот теперь я поняла, деньги очень важны. Я тоже хочу зарабатывать больше. Давай зарабатывать вместе. Подключим Шэн Мэй. Да. Давай. Я думаю, что уже зарабатывать. Я хочу, чтобы у меня было кучи. Эти две девочки тоже планируют свое будущее. И даже лучше меня. Это просто конечно же, как и то, что это было кучи. Заберитесь еще чуть-чуть, выпейте кофе. Спасибо, директор. Держите тоже. Спасибо, директор. Это вам, спасибо. Выпейте кофе. Спасибо, директор. Держите, держите, подкрепитесь. Ага. Осталось немного. Когда вы все доделаете, то сможете отдохнуть. Секретарь Лейн, сопровождайте наших гостей еще один день. Я проведу с ними переговоры только когда все прояснится. Пойду спать. Я обязательно справлюсь с этими щенками. И вот что, если у нас выгорит это дело, каждый из вас получит за сделанную работу премию, хорошо? Да, хорошо. Зарплату так и не выдали. В следующем месяце должна быть годовая премия. Сколько дадут? О чем ты говоришь? В конце прошлого года о премии мы даже не смели заикнуться. Умоляли, чтобы нас не уволили. Какая уж тут премия? В этом году... Эй. В этом году все зависит от совести руководителя. От совести? Совесть руководителя в данный момент зависит от спроса и предложения. Год назад многих уволили. Поэтому теперь все боятся. Рынок труда перегружен. Так что радуйтесь, мы хотя бы работаем. Годовой отчет? Да. Собираюсь написать его для того, чтобы подытожить работу отдела кадров. Пользуясь случаем, хочу отметить, что талантливых работников не хватает. Компании борются за толковых сотрудников. Трудно найти специалистов. Не исключено, что на следующий год положение только усугубится. Увы, сейчас на рынке труда. И правда мало квалифицированных кадров. Молодец, что завела об этом речь. Надо, чтобы все были в курсе, что существует проблема такого рода. Более того, кадровое агентство тоже констатирует факт нехватки толковых работников. В связи с этим неплохо было бы простимулировать каким-то образом хороших сотрудников. В прошлый раз наш персонал не получил годовую премию. И многие сейчас опасаются повторения. Люди станут уходить. Если так и дальше пойдет. Для компании такая ситуация нежелательна. В прошлые годы специалистов хватало. А в этом году с талантами напряженка. Потеряв своих, нам придется переманивать сотрудников из чужих компаний. Они запросят больше. Ты верно говоришь. Скоро Новый год. Если люди не получат годовую премию, возможно, они будут уходить. Да, конечно. Поэтому единственный выход их материально поощрить. Я составлю план, а остальное уже за вами. Хорошо. Компании нужны такие сотрудники, как ты. Шэн Мэй, ты изложи на бумаге свое предложение, а я поговорю с Майком насчет него, ладно? Договорились. Пойду напишу. Ступай. Годовой премией быть. Фан Шэн Мэй выбила ее для себя и своих коллег, пустив в ход хитрость. Она подумала, что можно решить собственные проблемы под видом решения общественных. Главное, заговорить об общей выгоде и найти подход к начальнику. Нехватка профессионалов на рынке труда оказалась как никогда кстати. Выдвигать предложение нужно только с пользой для себя. Если ее нет, то не стоит и утруждаться. Алло, привет. Я пока на работе. Послушай, Шэн Мэй, не могла бы ты меня выручить? Я приглашена на новогодний банкет, который состоится вечером. На нем будет вручение премий, благотворительный аукцион, придет много знаменитостей. Вэй-вэй уехал, а я мало знакома с этой средой. Не могла бы ты пойти туда со мной? Пожалуйста, пожалуйста. Я за тобой зайду. Времени мало. Надеюсь на тебя. Сегодня вечером. Я с тобой договорилась. Поезжай домой, переоденься, сделай макияж и дожидайся моего прихода. Ладно, до встречи. Энди, твой наряд... Такой красивый. Спасибо. Собираешься куда-то? Мы с Шэн Мэй идем на банкет. Это первый с тех пор, как я вернулась. Нужно прийти с кем-то. Наверняка он будет в каком-нибудь крутом месте. Я никогда в таком не была. Может, скинешь мне фотографии? Вот что. Я добавлю тебя в нашу группу три цветка. Только не забудь отправить фото. Не беспокойся, я сама тебя отправлю. Да. Готово? Гляди. Теперь это группа четыре цветка. Вот и я. Ух ты! Какая ты красивая! Ты прямо как наливное яблочко. Ты красотка, яблочко мое! Ладно, пошли. Энди! Энди! Не забудь прислать мне фото. Я буду ждать. Поручаю это дело тебе. Ладно. Пришли обязательно. Добавил субтитры. Неплохое место, скажу я тебе. Я бы хотела здесь работать. Улучшилось бы настроение. Говорят, что это лучший отель в Шанхай. Но работать здесь тяжело. Энди! Здравствуйте, директор Джао. Здравствуйте. Кто это, милая дама? Энди, о которой я говорил. Финансовый директор Шэнь Сюань. Тан Цзюмин приложил много усилий, чтобы заполучить ее в свой штат. Ему пришлось три раза летать в Америку. Баба. Тан Цзюмин! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...